Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня всех вас хочется поздравить с главным праздником, праздником Победы. Сегодня прекрасная погода стоит в Пинске, светит ярко солнце. Люди приходят на главную площадь посмотреть парад в хорошем настроении. Целыми семьями стекаются со всех сторон люди в хорошем приподненном настроении. И надо отметить, что главными гостями этого праздника, конечно, являются ветераны. И сейчас я хочу передать слово своей коллеге Светлане Леле, которая пообщалась с ветеранами Великой Отечественной войны, людьми, живыми свидетелями тех самых страшных событий. В удивлении, Антоновна, мы от всего сердца поздравляем вас с Днем Победы, благодарим вас за тот подвиг. И скажите, вот 73 года прошло, да, и наверняка каждый год в этот праздник у вас какие-то воспоминания, что-то стоит перед глазами. Наверное, сегодня много и радостного будет, но тем не менее, почему эта война не должна повториться? Что было самое страшное на той войне? Эта война не должна повториться прежде всего, потому что она сделала меня сиротой в 11 лет. Родители здесь в Пинске были в подполье, преданные предателям. Подсадкой. Поэтому я знаю, что такое война. Что такое детский дом. Я в детском доме была. Я желаю всем, даже самым плохим, кто мне когда-то сделал плохо, не получить такую жизнь, которая досталась мне. Мне принесли дети открыточки. Самая дорогая была детским почерком написана «Спасибо за победу». Это самое дорогое, что я буду, пока жива, буду хранить. Ростислав Николаевич, расскажите нам, пожалуйста, о своем участии в войне. Где вы воевали? Я начал воевать. Я был в оккупации в Могилеве. Родился там и жил. В 43-м году мои родители погибли все. Я остался один. Я тогда пришел, связался с подпольной группой. Спасибо. Ну, а потом, когда там начали гнать Германию, меня с подпольной группой отправили в партизаны. В 43-м году я попал в партизанский отряд. Воевал там до соединения с Красной Армией. Когда соединились, меня направили на фронт. На фронт я прошел от Восточную Пруссию. Был взятий Берлина и дошел до Праги. На Праге, под Прагой я закончил свой путь. Что для вас война? Наша поколение все отдало для того, чтобы люди жили спокойно и уничтожили эту пакость. С праздником вас, во-первых, поздравляем. Всех поздравляю с праздником. С великим праздником. Самым дорогим, самым таким, почти не могу даже и слов найти сказать, что это все праздники хорошие, но самый это ценный праздник, что перестало человеческое кровопролитие. Слава Богу. Дай Бог, чтобы еще прожили. Благодара, конечно, и нашему правительству, что мы живем под мирным небом. Дай Бог еще нам прожить. Сколько мы будем жить, чтобы мирное небо. Всего вам доброго. Здоровья вам, благополучия, деточки. И все. Елена Прокофьевна, давайте вернемся. Все-таки, ну, понятно, это радость и все, но все же у вас какой момент самый яркий остался из войны? Что было самое страшное? Самое страшное это была война. Война, бомбежки. Вот самое это, когда наступают на это. Самое было страшное в нас. Но пережили, слава Богу. Прошли самый тяжелый путь, но прошли. И добились. Благодаря нашему патриотизму мы победили. Стали победителями. Открывает праздничный митинг заместитель председателя Пинского госполкома Марина Ковалевская. Дорогие ветераны Великой Отечественной, фронтовики, партизаны и подпольщики, друженики военного тыла, узники фашизма, ветераны вооруженных сил, уважаемые пинчане и гости нашего города. Сегодня мы торжественно отмечаем великий праздник, День Победы. Победа в мае 45-го это набат, утверждающий жизнь без войны. Это святой символ верности Родине, которая живет в каждом из нас. Мы не властны с вами над бременем, но мы властны над памятью. Спасибо вам, дорогие ветераны, за нашу мирную Беларусь. В эти дни наша страна отмечает еще один государственный праздник. День государственного герба и государственного флага Республики Беларусь. Право для торжественной церемонии подъема государственного флага Республики Беларусь предоставляется Андрею Сыгану, военнослужащему пинского пограничного отряда, участнику задержания нарушителей государственной границы, и Кириллу Юрченко, председателю первичной организации Белорусского республиканского союза молодежи колледжа легкой промышленности. Поздравил с праздником пинчан и живых героев Великой Отечественной войны глава горисполкома Андрей Мулярчик. Уважаемые ветераны, дорогие пинчане и гости города, поздравляю вас со священным для каждого белоруса праздником – Днем Победы. Сегодня исполняется 73 года со дня победоносного завершения Великой Отечественной войны. Это действительно главный праздник, самый дорогой для нашего Отечества. Цена победы над фашизмом была очень высокой. В Белоруссии нет семьи, которую не обалило бы пламя военного лихолетия. Мы будем вечно помнить, какой ценой далась нам победа в Великой Отечественной. Никогда не забудем погибших и тех, кто всем смертям на зло остался жив. К сожалению, время не остановить. Сегодня в Пинске проживает всего лишь 88 ветеранов минувшей войны. 331 бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей. В год Малой Родины наша задача – вспомнить всех поименно. Сказать самое главное – помним, ценим, благодарим. Самым трогательным моментом праздничного мероприятия стало вручение цветов ветеранам от представителей младшего поколения – юных пионеров. Сегодня в Пинске осталось 88 живых свидетелей той страшной войны, в которой погибло 20 миллионов человек. С поздравительными словами к присутствующим обратился Андрей Козлов, начальник Пинского центра республиканского отряда специального назначения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Дорогие пинчане, дорогие ветераны, товарищи офицеры, сержанты и солдаты, поздравляю вас с Днем Победы. День Победы – один из главных праздников нашей истории. Праздник, которым слились воедино радость, память и скорбь. Праздник мужества, силы, воли, духа, самоотверженности и героизма. Несколько поколений белорусов выросло с момента окончания войны, но память о подвиге советских солдат не стирается. Великая Отечественная навсегда останется выдающимся священным подвигом нашего народа, призывом жить по совести, держать высоту правды и справедливости, передавать эти ценности от поколения к поколению. Искренне желаю мира, добра и счастья вам, благополучия и мирного неба. С праздником вас, с Днем Великой Победы! Поздравил всех пинчан с Днем Победы от лица молодого поколения Вадим Борисюк, первый секретарь Пинской городской организации Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Молодое поколение пинчан помним, чтим, благодарим наших дедов и прадедов за тот подвиг, который они совершили во благо нас, живущих под мирным небом. Пусть этот день никогда не забудется в памяти народа. Беларусь помнит, Пинск помнит. С праздником, с Днем Победы! В Пинске на главной площади начался парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Командует парадом командир пинского пограничного отряда Андрей Викторович Волков. Под музыкальное сопровождение Пинского городского духового оркестра и оркестра Пинского погранотряда на площадь первыми выходят органы пограничной службы Республики Беларусь, сотрудники Пинского погранотряда, войсковой части 12-35. Кстати, 28 мая исполняется 100 лет пограничным войскам Белоруссии. Мимо трибун с ветеранами проходят сотрудники городского отдела внутренних дел. В прошлом году белорусская милиция отметила свой вековой юбилей. За ними на площади маршируют представители отдела департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь. На площади появляется колонна Пинского горроотдела по чрезвычайным ситуациям. В параде участвуют представители Пинского центра республиканского отряда специального назначения. На площади появляется колонна учащихся военно-патриотического класса Пинской гимназии номер 2. Это первый в городе военный патриотический класс, который был открыт в 2003 году на основании договора, заключенного между Военной академией Республики Беларусь и гимназией номер 2. На площади появляются учащиеся пограничного класса средней школы номер 10. За ними в параде участвуют ученики правового класса средней школы номер 12. В школе специальные правовые классы были открыты более 10 лет назад и учат в них ребят, которые в будущем хотят связать свою судьбу с юриспруденцией. На площади мимо ветеранов и гостей проходят ученики единственного в Пинске класса МЧС, созданного на базе средней школы номер 14 в 2017 году. Маршируют в параде ребята из отряда «Юные друзья пограничников» руководит отрядом Григорий Кочановский, подполковник запаса органов пограничной службы. Завершает праздничное шествие колонна клуба юных моряков «Полесские гардомарины» стараниями ветеранов моряков и администрации города 9 февраля 2011 года и был создан тематический клуб юных моряков. Подполковник ГУК Андрей Витальевич. Очень приятно. Почему для вас 9 мая? Что это за праздник? 9 мая – это великий праздник для нашего народа, для белорусского, для советского народа, для всех союзных республик. Мое мнение такое, что это один из самых главных праздников. Какой урок мы должны вынести для себя? Надо делать все, чтобы не было войны. Красивая, нарядная. На какой праздник ты пришла? На День Победы. И что ты хотела бы пожелать людям? Хотела бы пожелать людям здоровья и счастья. Праздничное шествие направилось в площади Ленина в городской парк культуры и отдыха. В рамках республиканской акции «Беларусь помнит» в праздничном шествии принял участие и бессмертный полк. Люди вышли с фотографиями своих родных и близких, которые участвовали во Второй мировой войне. Некоторые вышли даже не с одной фотографии, а с двумя, потому что на фронт уходили целыми семьями. Особенно с высоты птичьего полета видно, как растянулась эта река памяти. Нескончаемый поток людей с портретами любимых, родных людей, своих героев той страшной войны. И, вглядываясь в лица на фотографиях, понимаешь, они с первого дня верили в победу. И порой ценой собственной жизни подарили нам мирное небо над головой. Скажите, а с кем вы сегодня вышли в акцию «Бессмертный полк»? Кто у вас на фотографии? Это наш дедушка. Ваш дедушка? Да, Николай Антонович. Скажите, историю помните вашего дедушки? Что произошло? Это очень долго. Кратко. Кем он был? Ну, воевал. Ветеран воевал, получил ранения и дожил до старости глубокой. Мы ему очень благодарны. Почему вы приняли участие в акции «Бессмертный полк»? Ну, во-первых, память. Если бы не такие дедушки, как наш, то мы, наверное, здесь бы не маршировали и вообще бы не жили бы. Чей портрет был? Отец моего. Мой отец. Как зовут? Представьте на вашу акцию. Стефанович Алексей Николаевич. Воевал с 44-го по 45-й. Кончил войну в Берлине. Две награды, правда, только имеет. Но зато его. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к акции «Бессмертный полк»? Замечательная акция. Для сердца, для души, для всех, для внуков, для детей. Это память. Память. Кто на нас смотрится с вашего портрета? Да, это мой, моей жены. Отец. Да. Какая у него фронтовая история? А он туда поехал. Когда заканчивалась Великая Отечественная война, его отправили на восток. На Халкинголь? Еще там. Да. На Халкинголь? И вообще всему нашему белорусскому народу. Сегодня кто на нас смотрит с вашей? Мой дедушка. Ваш дедушка. Его фронтовая история, знаете? Ну, с большего. Он был сапером, а больше ничего не мог сказать. Почему вы приняли участие в акции «Бессмертный полк»? Я очень сильно горжусь своими дедушками и бабушками, которые нас, так сказать, освободили. Ну, гордый. Я благодарен очень им за это дело, что они нам подарили такое светлое небо, что дали возможность растить детей. Как смотрят с вашего портрета? С моего портрета смотрит мой дедушка Макемнин Явлампи Данилович в звании рядовой, сапер. Воевал под командованием генерала Власова. Я думаю, что вы этого знаете, генерала Власова, да? Потом попал в плен. Вначале попал в плен к немцам, потом попал в плен к американцам. Плен у него проходил во Франции. Ну, вернулся, жил, трудился на благо своей страны. Так что вот я ему очень благодарен. Акция «Бессмертный полк» как вы считаете? Нужная акция для потомков? Необходима. Наши восемь потомки должны знать всю историю. То есть историю нашей, той бывшей страны Советского Союза, да, и историю Великой Отечественной войны. Мой отец, вот, защитник Брестской крепости. Поэтому я пошел, одел погоны, пошел по его стопам, можно сказать. Ну, в общем-то, он рядовой, рядовой был. Депутат Верховного Совета в СССР бывший. Пошел в Брестскую крепость, его призвали на переподготовку военную. Он случайно там оказался, он не военный, не кадровый. Вот, и после этого попал в плен. На территории Польши бежал, вывел с собой семерых людей еще, человек семерых. Потом воевал в партизанской бригаде имени Молотова. Это место дислокации Маневича. Там, не в Пинске, а именно под Маневичем. Ну, после войны был председателем колхоза, которым директором совхоза. Умер в 95-м году. Скажите, Бессмертный полк, акция важная, нужная? Очень нужная. Почему нам нужно историю помнить? Ну, нам больше нужно даже, мы-то все помним, мы послевоенные дети. Ну, а молодежь, вот, пусть она воспитывается, да, при мере того, как мы бережем память наших отцов. Пусть они тоже как-то, знаете, я думаю, что души пустые, никогда нет переживаний, нет связи с предками. У каждой фотографии здесь своя фронтовая история. Во время шествия нам успели рассказать еще с десяток таких историй. И Бессмертный полк вновь в строю. Описать все ощущения отсюда, изнутри этого шествия невозможно. Людей переполняют чувство гордости за своих отцов, дедов, матерей, что смогли и победили. 73 года прошло со дня окончания Великой Отечественной войны. В городской парк пришли также тысячи пинчан к мемориалу погибшим за освобождение нашего города, чтобы еще раз низко поклониться героям, павшим в боях за родину. Это говорит сама память. Но разве память бывает живой? А ты не веришь? Человек может умереть дважды. Там, на поле боя, когда его догонит пуля. А второй раз в памяти народной. Второй раз умирать страшнее. Второй раз человек должен жить. В памяти людской. Здесь в парке у Вечного огня еще раз ветеранов и всех пинчан поздравил с Днем Победы председатель Пинского госполкома Андрей Мулярчик и заместитель председателя городского совета ветеранов капитан второго ранга Николай Губанов. Мы ветераны вооруженных сил после военных лет и впредь будем хранить и приумножать боевые традиции ветеранов войны. Всегда помните ценить тот большой вклад, который внесли ветераны войны в боевую летопись отчизны. В освобождение Белоруссии и Пинска от фашизма. С праздником вас, с Днем Победы, уважаемые пинчане и гости города. Пусть небо над нашим любимым городом всегда будет светлым и мирным. Вечная слава героям, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины. 9 мая – день нашей гордости, день нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, эту весну и жизнь. В дань уважения памяти погибшим защитникам нашего города пинчане возложили цветы к братской могиле. Огонь говорит, голос памяти, голос печали. В этом пламени наша судьба, нашей песни июнь всегда. На земле колосятся хлеба, на земле желобли пролетают. Имена, имена, имена. Память павших гостей митинга почтили минутой молчания. После чего в небо взлетели шары с бумажными голубями. Так мы говорим спасибо за подаренное мирное небо над головой. Праздник победы нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками – это и торжественный праздник. И в то же время праздник со слезами на глазах. У нас у всех погибли наши деды, прадеды. 20 миллионов людей погибло советских за то, чтобы мы сейчас жили спокойно, счастливо, могли улыбаться, петь песни и просто жить. Поэтому я хочу поздравить всех ветеранов города Пинска, всех жителей города Пинска с этим святым праздником, с Днем Победы нашего народа. Пожелать всем долгих лет здоровья и самое главное, самое главное – чистого неба над головой. У нас красивая страна, нам досталась красивая Беларусь, нам надо ее беречь все вместе. Я считаю, что мы должны детям своим преподавать и говорить, что именно поддерживать их в том, чтобы они не забывали об войне. Ни в коем случае не забывали. Если мы забудем это, то мы, как говорится, родину потеряем. Ветеран вооруженных сил служил в Пинске здесь, сам из Краснодарского края. Ой, как замечательно! Город Новороссийск. Ох! Скажите, с каким чувством, с каким настроением вы сегодня пришли на праздник? Прекрасно! Прекрасно! Это счастье, что мы живем под мирным небом. Я знаю город Новороссийск, разрушенный от и до. Еле выжили. Пинск. Я в Пинске уже давно здесь. Город светет, просеет народ. Во! Рождяна Матвей. Ты со школы юных моряков. Матвей, с каким настроением? С отличным. Ходил сегодня в колонне, в параде? Да. Ты первый раз участвовал в параде? Да. Первый раз. Какие чувства, какие эмоции? Поделись с нами. Веселые эмоции. Переды просто не знаю даже, что сказать. А поздравить Пинчан с победой? Хочу пожелать здоровья, чтобы никогда не было войны. Официальные торжественные мероприятия в парке завершаются. Сейчас мы с вами перенесемся в северный микрорайон. Там работает наша съемочная группа, моя коллега Светлана Лёля. И буквально через несколько минут там начнутся возложения венков у памятника партизанам. Бессмертные журавли до сей поры стих дальних времен подают нам голоса. Особенно пронзительно они звучат в этот день. День великой памяти, благодарности и горечи. День победы. Эстафету праздничных мероприятий принимает мемориальный комплекс партизанам Полесья. Поистине знаковая городская композиция. Ведь именно в Пинске уже на четвертый день Великой Отечественной войны был создан первый партизанский отряд под руководством Василия Коржа. Празднику «Сединою на висках» посвящен в Пинске ежегодный митинг «Реквием», где горожане и гости города вспоминают павших и живых, воинов и мирных жителей, мужественных и отважных, всех благодаря кому была завоевана победа в Великой Отечественной войне. Дорогие ветераны, уважаемые пинчане, гости нашего города. Сегодня наша страна отмечает 73-ю годовщину со дня победы советского народа над фашистской Германией. Велась борьба не против отдельного государства и народа, а против распространения разрушительной человеконенавистнической идеологии. Праздник 9 мая стал священным для каждого из нас. Нет ни одной белорусской семьи, которая бы не коснулась горя. Тысячи пинчан ушли на фронт, тысячи наших земляков трудились в тылу, героически сражались в партизанских отрядах, занимались подпольной деятельностью во имя победы. Она оплачена миллионами жизней наших соотечественников, слезами родных и близких. Спасибо павшим и живым. Спасибо и низкий поклон нашим ветеранам. Память о том трагическом времени передается из поколения в поколение, сохраняя священную правду о народном подвиге. Традиционный митинг у памятника партизанам проходит при участии первых лиц города и района, ветеранов, общественных организаций, молодежи. Здесь и самые юные патриоты. Им невозможно представить масштабы той войны, немыслимо жестокой и кровопролитной. Им важно осознавать, что наши поколения, всем, абсолютно всем, обязаны именно тем героям, ушедшим и выжившим, вчерашним юнцам, сегодняшним старикам, сумевшим отстоять право на мирную жизнь. Мы гордимся беспримерным подвигом наших соотечественников и скорбим о невосполнимых утратах. В памяти жителей Полесия всегда будут жить воспоминания об этой войне, которая прокатилась по земле, выжигая все живое. Война не обошла стороной и нашу семью. Мои два дедушки и бабушка участвовали в Великой Отечественной войне. Волею судьбы все они остались живы, вернулись домой, создали свои семьи как символ веры, надежды и любви. Уважаемые ветераны, мы, ваши внуки и правнуки, в это неспокойное время должны сохранить все то, что вы сделали для нас и стать достойными продолжателями ваших дел. Позвольте от лица всей молодежи города Пинска и от себя лично пожелать нашим дорогим ветеранам, ну и всем пинчанам крепкого здоровья, внимания близких, мира и добра. Это нужно не мертвым, это надо живым. В каждой строчке о славной победе, кроме радости, слышится боль и скорбь, искренняя печаль о многочисленных жертвах страшных боев. Родина Славы никто у тебя не выпрашивал. Родина Просто был выбор у каждого. Я или Родина Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлице быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный. Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят таболя. Мы и землю забыли, какой она стала, земля. Как там птицы поют на земле без нас. Как черешни цветут на земле без нас. Как светлеет река и летят облака над нами. Без нас. Помните? Через века, через года. Помните? О тех, кто уже не придет никогда. Помните? Люди, покуда сердца стучатся, помните, какую ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Светлая память героям войны, чьи имена помнит хмурое небо. Поклонимся низко, возложим цветы тем, кто, увы, не дожил до победы. П hired чисел riding on бонусу. Апстрофа Апстрофа Апстрофы Апстрофа Ап, Склонить головы перед бессмертной памятью погибших и славой выживших, истинных героев, подарившим миру свободу, для многих пенчан – святой долг. Ведь по их словам, иначе просто нельзя. Понимаете, я думаю, что мы нашим отцам и дедам должны быть благодарны до конца своих дней, потому что действительно они нас, ну можно сказать, спасли от игоря, сделали землю свободной. Мы должны об этом помнить и нашим детям постоянно напоминать, что это мы, что наши отцы, деды, я не знаю, бабушки, дедушки, и это мы выиграли войну эту. Подвиг, он не сравнимый ни с каким подвигом. Погибли миллионы, отдавшие жизнь ради нас с вами. Вечная слава им и слава тем, кто сейчас с нами. Детство прошло в лагере, в концлагере в Германии. Пережила, приехала, слава богу, позволяют ноги, прихожу, уже мне 89 лет. Я с портретом моей мамочки. Она ушла совсем недавно, несколько месяцев назад. Была партизаном, воевала на Витебщине. Была бесстрашной, героической, юной девушкой, которая не боялась ни пуль, ни врага. Я воевала за свою семью. Я горжусь своей мамочкой, своим отцом, который также воевал. Это великий праздник великого народа. Были в семье те, кто воевал? Ну, есть дедушка. Мой дедушка воевал, короче, и он победил. И никакой царапины у него не было. Я им горжусь, и он был настоящим героем. Это иностранец его спросил. Он говорит, вы знаете, некоторые ваши страны один час продержались там, два дня, максимум месяц, а мы четыре года и положили 27 миллионов человек. Как мы можем об этом забыть? Мы ветераны, мы стараемся довести правду до подрастающего поколения. Рассказывать, что такое война, кто воевал, кто на какой стороне воевал, за что воевал. Вот это вот наша задача. Пусть и я, 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 я Тем временем юные пинчане напротив улицы Пушкина запустили на реку макеты кораблей. Среди них точная копия в миниатюре легендарного бронекатера номер 92. Ближе к вечеру на улице Ленина берет старт новый творческий проект «Пинская пешеходка», где художники, артисты, ремесленники и другие люди искусства продолжают дарить особое праздничное настроение горожанам. Тем временем в городском парке народные гуляния продолжаются. Для всех желающих была организована выездная торговля. Парк был окутан запахом ароматного шашлыка. Один флаг я вижу с праздником Победы, 9 мая второй не вижу. Это знамя Победы. Знамя Победы, да, замечательно. Почему вы с таким атрибутом, с таким настроением? Ну, потому что сегодня такой замечательный, знаменательный день, праздник, День Победы. Конечно же, к этому готовим. Ну, в основном у нас папа готовится, Александр наш, он все это позаботился об этом. Детям рассказываете вот о подвиге советского солдата? Ну, да, конечно. Здравствуйте. Скажите, как настроение, вот праздник, ощущения, эмоции какие? Ну, вообще, знаете, это прежде всего память. Я думаю, что это люди, настоящие супергерои, да, не те, которые в кино, это люди, благодаря которым у нас мир, да. Да, мы можем, мы знаем, что мы можем свободно куда-то пойти. Ну, и, прежде всего, память, да, благодарность глубоко этим людям, потому что мой дед побывал, и, к сожалению, он один из многих, кто вернулся. Это человек, который меня многому научил, и низкий поклон этим людям, да. Слава Богу за то, что сейчас мы можем проводить время, как проводим. Прекрасный праздник, мы рады очень. Мы дети войны, так что нам очень хорошо. Как вам сегодня? Отлично. Как настроение? Хорошее. Дай Бог нам всем дожить еще много-много лет. И ветеранам нашим огромная благодарность за то, что они подарили нам такой праздник. В первую очередь ветеранам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мирных лет жизни, и чтобы мы никогда не прочувствовали то, что видели они. В билетные кассы выстроились метровые очереди. Было много желающих покататься в этот день на аттракционах. Ребятишки катались на лошадях, другие покоряли военную технику. Звучала музыка повсюду. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой. И защит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слези, здравствуй, ну здравствуй, дом. И будет месяц май, и будет путь домой, и на крылечке мать вот-вот сплеснет рукой. И защит в груди, и в горле встанет ком, радость в глазах слези, здравствуй, ну здравствуй, дом.